Сузуки всегда шла своим особым путем. Когда японцы осознали, что рынок нуждается в компактных кроссоверах, то они и в этот раз поступили по-своему. Результатом стала вторая Гранд Витара, долгожитель рынка и уникум в своем классе. Как у всякого четырехколесного компромисса, у этой модели полно недостатков. Хорошего металла и нормального ЛКП для Гранд Витары японцы пожалели. Кузовные панели можно пальцем прогнуть. Сколы появляются быстро. Краска на пластиковых деталях долго не задерживается. Кузовные детали тоже не отстают. Лобовое стекло нежное и очень легко царапается. Обиднее всего за слабый бампер, который разлетается в клочья при малейшем прикосновении. Несерьезно для внедорожника. Расстраивается Иван из Вологды. Салон большинства Гранд Витар расстраивает мрачной расцветкой. Сузуки для нашего рынка щеголяют черным пластиком в сочетании с серой либо черной обивкой сидений. Хотите двухцветный салон и бежевые сидения? Ищите экземпляр из Америки. С удобством устроиться за рулем Гранд Витара для многих непосильная задача. Рулевая колонка не регулируется по вылету. Сидениям не хватает поясничного подпора и нижнебоковой поддержки, из-за чего правая нога постоянно трется о жесткую кромку центральной консоли. Очень странно реализован лифт подушки сидения. Непонятно, зачем при ее поднятие опускается передний край. Пластик в салоне Сузуки абсолютная дешевка. Скрипеть и дребезжать он начинает очень быстро. Стучать при езде по неровностям будет и люк в потолке. Так что не особо радуйтесь его наличию. Легко затираются кнопки в салоне. Из-за такого пластика добиться нормального звучания музыки в Гранд Витаре можно только путем тотальной шумоизоляции. Само головное устройство тоже лучше поменять. Наиболее распространенная магнитола проста как барабан. Ничего кроме МП3 не понимает и играет лишь чуть-чуть лучше, чем отвратительно. Бортовой компьютер в Гранд Витаре. Очень странный. Показания переключаются с помощью кнопочек на самой приборке, для доступа к которым приходится просовывать руку через руль. Соответственно, делать это на ходу не рекомендуется. Вода в салоне Гранд Витара? Ну, что ж, бывает. Из опыта Евгения из Новосибирска, со временем конденсат от кондиционера из-за странной конструкции отвода воды попадает под нижнюю обивку в районе ног переднего пассажира. Это болезнь для этих авто с двигателем 2,4 литра. После такого не стоит удивляться отсутствию автоматических стеклоподъемников. Лампочек для подсветки всех кнопок в салоне у японцев тоже не хватило. Практичности салона от Гранд Витаре не ждите. Полочек и всяких емкостей под мелочевку практически нет. Бардачок и тот маловат. Спасибо, что хоть карманы в дверях предусмотрели. Недоумевает Карина из Уфы. Наличие механики для Гранд Витара точно не преимущество. Мнение Алексея из Томска. Сцепление у коробки настолько слабое, что даже при заезде на бордюр может начать вонять. Позже прочитал, что это такой конструктивный просчет. Приходится привыкать. А лучше включать понижайку. Задний ряд у Гранд Витары особым уютом не отличается. Посадка-высадка затруднена малыми углами открытия задних дверей. Зачем так страдать, непонятно. Свободного пространства для ног на втором ряду Сузуки в любом случае минимум. Сам диван жесткий и скрипучий. Выдержать здесь поездку на дальнее расстояние – то еще и испытание. Регулировка по углу наклона спинки дивана спасает мало. К багажнику полно вопросов. Задняя дверь, как ее не регулирую, все равно будет поскрипывать. Плюс ко всему она открывается на правый бок, перекрывая подход к багажнику со стороны тротуара. Сам багажный отсек большим никак не назовешь. У пятидверной версии объем составляет 398 литров. При этом возможности сложить задние сидения в ровный пол Сузуки почему-то лишили. Для чего нужно такое высокое и широкое, но короткое пространство? Подвеска у Сузуки очень жесткая. Каждую яму и стыки на асфальте чувствуешь всем телом. Шумоизоляция у Гранд Витары слабая. А если ошибиться с выбором резины, то ездить будет просто невыносимо. С моторами дела не лучше. Двухлитровый двигатель слабова для этой машины. Зато прожорлив. САКПП потребляет не меньше 14 литров в городе. Старшие 2,4 динамичнее, но любят есть не только бензин, но и масло. Чтобы самому обслуживать, нужно терпение и отвага. Замена лампочек. Казалось бы, что может быть проще? Но нет, кроме как матом при этой процедуре конструкторов не вспоминаешь. Если сняли фонарь и не поцарапали кузов, вам повезло. Негодует Максим из Сергиева Посада. Немноговато ли нюансов и проблем для столь маленького и недорогого автомобиля? Оказывается, многие владельцы со всем этим спокойно живут. К тому же они находят у Гранд Витары и немало плюсов. Несмотря на дизайн начала нашего столетия, Гранд Витара до сих пор вполне привлекательна внешне и подкупает своей брутальной внешностью. У нее нет этих унисекс-форм, как в современных кроссоверах. Когда подходишь к Гранд Витаре, первое, что бросается в глаза, насколько она высокая. Я даже не представляю, куда нужно на ней заехать, чтобы задеть что-то днищем или порогами, считает Марина из Нижнего Новгорода. Кому мало клиренса, могут приобрести лифт-комплект подвески и увеличить просвет сантиметра на 4. Причем данная процедура никак не повлияет на устойчивость и управляемость автомобиля. Если посмотреть на Гранд Витару снизу, то увиденное впечатляет. Раздатка, мощные рычаги, защита, добротные карданы. Полный привод, честный фулл-тайм с возможностью включения пониженной передачи. В итоге Сузуки может уехать по бездорожью дальше любого кроссовера. Хотя надо понимать, что это все же не внедорожник. Когда садишься в Гранд Витару, то как будто переезжаешь на второй этаж. Дмитрий из Иркутска доволен. В потоке я чувствую, что сижу выше половины машины. Теперь на перекрестке я могу рассмотреть, что происходит в соседнем ленд-крузере. И, конечно, высокая машина удобнее в городе. Выше сидишь и чуть дальше видишь поверх других машин. В салоне просторно. В пятидверной Витаре спереди комфортно даже полным и баскетболистам. Высокий потолок и широкий салон вполне это позволяет. Гранд Витара имеет отличную обзорность с водительского места. Передние стойки сделаны неширокими, поэтому они не создают мертвую зону. Обзор назад тоже хороший. Вполне можно обойтись без камеры заднего вида. Подтверждает Игорь из Костомукши. Особенно выделяются боковые зеркала. Помимо приличного размера у них такая продуманная аэродинамика, что на ходу они почти не загрязняются. В плохую погоду нет нужды постоянно выходить и протирать их тряпочкой. Гранд Витару без проблем можно эксплуатировать в северных широтах. Из отзыва Алексея из Ханты-Мансийска. В лютый 40-градусный мороз внедорожник без проблем заводится даже после нескольких дней простоя. Климатическая система Гранд Витары отлично справляется со своими задачами в любых условиях. Зимой печка жарит так, словно хочет запечь водителя и пассажиров до хрустящей корочки. Летом кондиционер по первому требованию готов устроить в салоне арктическую бурю. По обычным дорогам едет Гранд Витара как минимум интересно. Сузуки очень цепко держится за дорогу на больших скоростях. На колейность вообще плевать, отлавливать не нужно. Да и кренов особых не наблюдается. Главное, что все просто, надежно и очень предсказуемо. Ну и основное, за что ценят владельцы Гранд Витару, это надежность и еще раз надежность. У нее ресурсные моторы, простая до безобразия автоматическая коробка, неубиваемая подвеска и минимум электроники. Все решения проверены годами. Немногочисленные болячки и их методы решения давно известны. Главные плюсы автомобиля Сузуки Гранд Витара Удачный дизайн экстерьера Хорошая обзорность Производительная климатическая система Достойная проходимость Неплохая управляемость Высокий уровень надежности Основные минусы Посредственное качество металла и ЛКП Неоптимальная посадка за рулем Дешевая внутренняя отделка Невысокая практичность салона Мало комфорта на втором ряду Маленький багажник Жесткая подвеска Подводя итог, можно сказать, что Сузуки Гранд Витара Компактный гибрид кроссовера и серьезного внедорожника У него вполне легковые повадки И он совсем не боится легкого бездорожья Если прибавить к этому приемлемый уровень комфорта в салоне Простоту конструкции Впечатляющую надежность и классическую внешность То получается эдакая японская Нива Поэтому и оценка, набранная Сузуки Гранд Витара В читательском рейтинге Дрома Составляет достойный для своего класса показатель 8,4 балла Благодарим за помощь в съемках Автоспеццентр Химке Автомобили с пробегом в наличии Вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику Друзья, ну вот наше видео подходит к концу Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях Какие еще машины вы хотели бы увидеть в видео отзывах Дрома И самое главное Подписывайтесь на канал Дрома До скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok